В эти минуты в Тюменском районе, в селе Каменка, Чувашу празднуют Петров День. В программе праздника национальные игры, выставка ремесел и дегустация блюд. На месте событий работает Алексей Козлов. Алексей, приветствую. Удалось ли уже что-нибудь попробовать? Да, Анна, праздник уже начался. И что касается дегустации блюд, она тоже началась. И кое-что нам уже удалось попробовать. Это были кукли. Само блюдо, честно говоря, напоминает очень пирожки. Они треугольные формы. И если сравнивать с пирожками, то одни очень похожи, потому что начиняются луком и яйцом. А вот другие баранины. Вот такие я еще не пробовал. Но все же основным блюдом планируется суп шурпе. Он готовится из баранины, точнее из внутренности баранины. Интересно, что, например, желудок вымачивается в соленой воде в течение трех дней. Это нужно, чтобы избавиться от соединительной ткани. Ну, будет вкуснее. Также на праздники планируются мастер-классы. Это бисероплетение, вышивка. И что касается вышивки, то все узоры вышивались вручную. И они очень тонкие, то есть работа довольно кропотливая. И в конце праздника ожидаются также национальные игры. Все они коллективные и, конечно, связаны с природой. Мы пообщались до начала праздника с организатором. И вот что она нам рассказала. Чувашские национальные игры, они очень тесно взаимосвязаны и приплетены с природой. С природой и с природными явлениями. В данное время мы уже будем собираться, готовиться к сбору урожая. Поэтому сегодня будут показывать дети и взрослые две команды игру. Вир Акрам. Вир Акрам. То есть мы посеяли и мы готовимся к сбору урожая. И одна команда идет навстречу к другой. И передает эстафету на танцы, на песни. С утра пораньше мы зарезали барана сегодня. Естественно. И поблагодарили всех богов, кто в кого верит. На самом деле, конечно, единобожие. Учу вашей бог Тора за то, что нам в этом году удалось удачно посеять. И мы, естественно, просим у бога, чтобы он дал нам хороший урожай и приплод скота. Я отмечу, что всего на юге Тюменской области проживает больше 20 тысяч представителей народа Чувашия. Ну а что касается самого праздника Петров День, то по народным традициям он символизирует собой пик лета. И отмечается он в середине июля, то есть недели назад. Но здесь его решили совместить именно с Днем Села. И что касается самого смысла Петрова Дня, то именно после этого праздника начинается сенокоз и тяжелые трудовые будни. Также считается, что именно после этого дня начинается сезон сбора грибов. Ну что ж, спасибо. На связи со студией был Алексей Козлов в Тюменском районе, в селе Каменка. Чуваши празднуют Петров День. Продолжение следует...